В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Заплатил кредиторам больше, чем был должен. Бывший предприниматель из Владимира пытается выяснить, почему перечисления судебных приставов по его долгу оказались в несколько раз больше тех, что назначил суд. Мужчина утверждает, что переплатил кредитному кооперативу более 100 тысяч рублей и хочет вернуть эти деньги. В поисках правды должник уже обратился в полицию и к общественникам. Подтверждаются ли нарушения в работе судебных приставов, знает Оксана Любимова. С такой кипой документов бывший предприниматель Сергей Боровков уже долгое время обивает пороги управления службы судебных приставов, полиции и прокуратуры. Мужчина рассказывает, из-за кризиса в 2009 году бизнес перестал приносить доход и у него возникли проблемы с выплатой кредитов. Долги стали взыскивать по решению суда. Служба судебных приставов удерживает половину военной пенсии Сергея Александровича. Но однажды должнику позвонили кредиторы и сообщили, что денег в счет его долга не получают. Бывший предприниматель стал выяснять, почему. Отправил запросы приставам и в банк. Сергей Боровков утверждает, больше пяти лет с него вычитали деньги по уже закрытому исполнительному производству. В качестве доказательства мужчина показывает документы. Номер у закрытого исполнительного производства и того, по которому банк до недавнего времени снимал деньги, один и тот же. Документ, подписанный начальником отдела старшим судебным приставом Козлова, где сказано, что исполнительное производство окончено 6-12-2012 года. Вот оно само постановление. Ответ из отдела военных пенсий Сбербанка, там где я с меня вычитаю, удерживаю по этим исполнительным производствам, говорится, что до июля, до июня включительно, 18-го года, то есть 5,5 лет фактически. Сергей Боровков обратился в общественное бюро по защите прав предпринимателей, только вместе с юристами получил отчет от судебных приставов о перечислении денег организациям, которым задолжал и ужаснулся. В официальных бумагах написано, одному из кредитных кооперативов приставы 10 раз перечисляли в счет долга по 15 тысяч рублей. По суду предприниматель должен в несколько раз меньше. Путем арифметических вычислений мы получили, что имеет место переплата, причем значительное. Так, например, по городской кассе, по решению суда было взыскано 29 259 рублей. По перечислениям, которые были получены приставами и перечислены в счет городской кассе, мы получили 153 920 рублей. Даже если учесть здесь, что суда положен еще плюсом испанкельский сбор приставов, тем не менее, все равно эта сумма значительно превышает размер долга. Сергей Боровков говорит, ответа, почему так произошло, от приставов до сих пор не получил, обратился с заявлением в полицию. Но там нарушений в действиях судебных приставов пока не нашли. Официальный ответ какой? Криминал не видим в архив. И лишь недавно за подписью начальника штаба ОМВД по городу Владимир, вот пришло, что решили все-таки провести дополнительную проверку. Результатов дополнительной проверки Сергею Боровкову, по его словам, еще не сообщили. Чтобы разобраться, почему же он заплатил кредиторам больше, чем назначил суд, бывший предприниматель готов дойти до президента. В службе судебных приставов, отвечая на претензии должника, заявляют, работа по его задолженности идет в рамках закона. По словам начальника отдела, закрытие исполнительного производства под определенным номером не означает расплату с долгами. В конкретном случае речь наоборот идет о присоединении новых взыскателей. Что касается переплаты отдельным организациям, приставы утверждают, что ее нет. Несмотря на то, что напротив каждого платежа на звание одной организации, платеж делят на всех, кому задолжал Сергей Боровков. В отношении Боровкова Сергея Александровича на исполнение находилось 62 исполнительных производства. Указанные исполнительные производства были объединены в сводные по должнику. При поступлении денежных средств на депозитный счет ОСП судебный пристав исполнитель распределял, согласно федеральному закону, статье 111, всем взыскателям пропорционально сумме задолженности. Переплаты в данном случае не имеется. В данном случае еще не выплачена сумма задолженности в полном объеме. А еще в службе судебных приставов нас заверили, что уже пригласили Сергея Боровкова для того, чтобы разъяснить ситуацию и сверить финансовые документы. Оксана Любимова, Александр Мажаров и Артем Горчаков. Шестой канал. В Белом доме новые назначения. Владимир Сипягин начал укомплектовывать штат своей командой. Сегодня официально объявлено, кто будет рулить жилищно-коммунальным хозяйством области в преддверии зимы. Это особенно важно. Департамент жилищно-коммунального хозяйства вместо невернувшегося из отпуска Глеба Серегина, как и следовало ожидать, возглавил однопартиец Сипягина Илья Потапов. На работу в областную администрацию он пришел в октябре на должность заместителя директора департамента ЖКХ с перспективой повышения. И если Потапов фигура в области достаточно известная, то вот Александр Байер – человек для Владимирского края новый. С 14 ноября именно он будет исполнять обязанности первого заместителя главы региона по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики с приставкой в Рио до согласования его назначения в законодательном собрании. Байер пришел на смену Лидии Смолиной, которая в течение пяти лет курировала ЖКХ области. О новом человеке в команде Владимира Сипягина известно, что последние три года он являлся заместителем губернатора Нижегородской области. Уроженец Караганды руководил финансовой службой водоканала Ростова-на-Дону, а также возглавлял Нижегородский водоканал. 14 ноября 2018 года глава 33 региона назначил Александра Байера, временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. С приставкой в Рио он будет работать до согласования его назначения на должность в установленном областным законодательственном порядке. Сам губернатор на публичных мероприятиях рассказывает, что своих замов он будет представлять постепенно. Часть новых управленцев с прессой познакомят на этой неделе, часть на следующей. По всей вероятности, одним из вице-губернаторов станет и Аркадий Боцон-Харченко. Он, скорее всего, будет отвечать за информатизацию, связь и телекоммуникации. Напомню, в команде Светланы Орловой этот пост занимал Сергей Невзоров. Голые трубы отопления, сломанные окна в подъезде, мусор в подвале и разрушающаяся отмостка дома. Это далеко не полный список проблем, на которые жалуются жители пятиэтажки на Сущевской. Похожая ситуация и в доме номер 46 на улице Чайковского. Нарекания у собственников к управляющей компании. По их словам, многие проблемы в домах не решаются годами. А если и выполняются, то со скрипом после долгих устных и письменных обращений. За помощью жителей обратились в общественную организацию ЖКХ «Контроль». Та провела проверку и тоже выявила нарушения. Кто и когда их будет устранять, расскажет Маргарита Махрова. Эту траву счищаю. Я лично сама вот так счищаю. Она каждый год растет, потому что песок из-под дома выжимает оттуда. Вот эта вода остальная сюда, которая идет вот сюда, вот там сейчас можно посмотреть. Она течет вот сюда под дом. От этой отмостки, в которой сейчас растут даже деревья, почти ничего не осталось. Во время осадков вода течет под дом, а еще размывает склон, на котором он стоит. Так и до беды недалеко опасаются люди. Только вот, по словам жителей, эту проблему их управкомпания не решает. На неухоженную детскую площадку, разбитые ступеньки у подъездов и текущие козырьки люди жаловались даже в управление ЖКХ. После этого, спустя год, по словам жителей, козырьки у подъездов отремонтировали. Но сделали работу тяп-ляп. И от осадков они не спасают. А в подвал дома и вовсе страшно зайти. Кругом один мусор. В данный момент нет света. И здесь склад мусора. И голые трубы топления, которые уже не доходят до наших квартир. Почему такое творится в подвале жилого дома, люди искренне не понимают. Кроме того, с наступлением морозов, несмотря на работающие в квартирах батареи, некоторые жильцы будут замерзать. Во-первых, потому что утеплитель, которым когда-то обшили часть стены, со своей задачей не справляется. А во-вторых, в одном из подъездов не хватает труб. Их срезали около 10 лет назад. Раньше вот здесь были трубы, здесь были трубы. Все срезали и ничего не повесили. Стена холодная, дверь на улицу вот рядом. Очень холодно в квартире зимой. Невозможно жить. Да и о каком энергосбережении может идти речь, возмущаются люди. Если окна в подъездах старые и не закрываются, а некоторые разбиты, то есть часть тепла из помещения уходит на улицу. За помощью жители дома обратились к общественникам неделю назад. Те выявили немало нарушений в содержании дома. Акт проверки уже направили в жилинспекцию области. В течение месяца выйдет инспектор и зафиксирует все те нарушения, а их здесь порядка 20 мы выявили, которые мы посчитали, что это действительно нарушение. Если это подтвердится, то будет выписано предписание и, соответственно, будут поставлены сроки на исполнение. Общественники из ЖКХ контроля пообещали, что будут следить за ситуацией в доме. Его, к слову, обслуживает городская управляющая компания, у которой немало проблемных домов по всему городу. Почему-то, по словам людей, без вмешательства общественников и телевидения оперативно их вопросы не решают. У этого дома на улице Чайковского, к примеру, аналогичные проблемы. Одни и те же нарушения, такие же битые стекла, открытые или их вообще нету. Такое же отсутствие утепления в подвале. То есть ситуация одинаковая. Паспорта готовности, о чем они должны докладывать в управлении ЖКХ города, они, я так понимаю, не соответствуют действительности. Поэтому администрация обязательно должна обратить внимание на это. Ту же отмостку жители и вовсе частично сделали сами. Чтобы хоть как-то остановить воду, подсыпали и утрамбовали асфальтовую крошку. Входы в подвалы были в аварийном состоянии. А после ремонта скоро вновь пришли в негодность. Более четырех месяцев проходил ремонт. Очень долго. Именно непосредственно под моим патронажем, иначе бы вообще ничего не было сделано. Сделано крайне некачественно. Подвалы на данный момент текут. Текут как крыши, так и стыковые швы. Обращались в управкомпанию? Обращались. Более года мы ждали каких-то изменений. Ничего не было проделано. Как решать накопившиеся проблемы, управкомпания начала обсуждать с жителями буквально накануне, после обращения к общественникам. С жителями провели общее собрание. И сейчас руководство пообещало, что план работ для решения самых насущных вопросов подготовят и согласуют с людьми до конца недели. Все упирается у нас в денежные средства. Денежных средств на доме катастрофически не хватает. Тариф низкий для полноценного обслуживания всего дома. Здесь необходимо, можно поменять и пластиковые окна установить в подъездах, можно всю отмостку забетонировать по периметру, можно выполнить косметический ремонт всех подъездов. Но на все, на это нужны деньги. То есть, те работы, которые мы выполнили, соответственно, тоже вчера с советом дома проходили, смотрели. Там, где у нас есть замечания, соответственно, мы уже их определили и какие-то вещи будем устранять. Что касается повышения тарифов на содержание дома, то управкомпании должны это документально обосновать на общем собрании. И жители вместе должны за это проголосовать. В Коврое пожарные спасли мужчину. Квартира загорелась в доме на улице Волгодонской. Из окна шел дым, когда на вызов приехали пожарные. В задымленной комнате на кровати огнеборцы обнаружили мужчину, под которым тлел диван и постельные принадлежности. Площадь горения составила всего 2 квадратных метра, но даже этого достаточно для того, чтобы отравиться угарным газом. В этот раз трагедии не произошло. Мужчину успели вынести на свежий воздух, пострадал только диван и отделка комнаты. Причина пожара – неосторожность при курении хозяина квартиры. Огнеборцам-спасателям в таких случаях полагается как минимум благодарность. Там же в Коврове будут судить мошенницу. 35-летняя женщина обмана путем получала деньги граждан. Представляясь сотрудником ГИБДД, она обещала им помощь в оформлении водительского удостоверения. Просила за услугу деньги, оформляла расписки в несколько раз превышающие размеры займов. Некоторых потерпевших вынуждала оформлять кредиты. Таким образом, подозреваемой удалось похитить более 900 тысяч рублей. Жертвами ее действий стали 6 человек. Некоторым она уже вернула незначительную часть похищенного. Свою вину мошенница признала. А этот мужчина тоже подозревается в мошенничестве. Пообещал одной женщине освободить от уголовного преследования ее сыновей. С другой успел взять 320 тысяч рублей за содействие в получении жилья вне очереди. В доверие втирался, представляясь сотрудником надзорного ведомства. Задержанному 60 лет, он житель Владимира и ранее уже был судим. Если вы или ваши знакомые тоже стали жертвой преступной деятельности данного гражданина, сообщите об этом в полицию по телефону, который сейчас на вашем экране. Больше 60 старшеклассников из школ областного центра начали обучение в школе юного законотворца. Напомним, во Владимирской области она открылась два года назад по инициативе председателя ЗАГСобрания Владимира Киселева. На данный момент ее уже окончило более 100 ребят из Владимира. Чему будут учить юных законотворцев в этом году, знает Игорь Липский. На первом занятии юные законотворцы познакомились со своими кураторами. О том, как работает законодательная власть в Российской Федерации во Владимирской области, ребятам рассказал зампредседателя ЗАГСобрания Роман Кавинов. По его словам, в школу приходят юноши и девушки, у которых уже есть интерес к законотворчеству. Ребята, которые достаточно углубленно изучают общественные науки в рамках школьной программы. И школа юного законотворца направлена на развитие их навыков и знаний. Именно таких ребят, которым это уже изначально интересно, потому что тоже определенный отбор проходит для того, чтобы участвовать. Школа юного законотворца проработает две недели. За это время ребят ждет 16 теоретических и практических занятий. На них школьникам подробно расскажут о работе комитетов ЗАГСобрания, познакомят с молодежными парламентскими структурами. Своими знаниями поделятся депутаты облпарламента, члены муниципальной академии и преподаватели вузов. Своеобразным экзаменом в конце курса станет защита собственного проекта, который заключается в презентации собственной законотворческой инициативы. Елена Ляминова пока не определилась с темой проекта, но уже сейчас 11-классница уверена, она обязательно будет связана с молодежными проблемами. Я хочу связать свою деятельность с юриспруденцией. Мне очень интересна тема законотворца в законодательном собрании. Я хочу развиваться в этой сфере. На первом занятии школы выступили и первые ее выпускники. Сегодня они уже в роли кураторов и рассказывают о своих авторских проектах, делятся опытом. В качестве преподавателя, конечно, впервые. Это для меня волнительно, это ново, потому что никогда не работало с стольким количеством детей. Я безумно очень переполнена ожиданиями того, что у нас будет совместно плодотворная работа. Надеюсь, я им понравлюсь и смогу очень много нового им рассказать и дать. Интерес к школе юного законотворца есть и в районах. Там открылись курсы законотворческого ликбеза. Только за эту осень их уже посетили более 80 школьников Коврова и Ковровского района, Радужного и Вязников. Игры Липский, Шестой канал. Развивают в городе туризм и посвящают владимирцев в свою культуру. Все это про Владимирскую общину католиков. Она насчитывает более 500 человек со всей области. Единственная католическая церковь нашего региона – это приход Святого Розария при Святой Девы Марии. Там не только проводят службы, но и устраивают музыкальные концерты для всех желающих. А теперь в приходе занялись проектом, который поможет привлечь в область новых туристов. Подробности в материале Валерии Саенко. Здесь крестят и венчают католиков всего 33 региона. Приход Святого Розария при Святой Девы Марии – единственная католическая церковь в области. Настоятель Сергей Зуев признается – больше и не нужно. Община небольшая. По праздникам в храме собираются 150 человек. Но на самом деле связанных с этой верой людей в области намного больше. Этнических католиков больше двух тысяч. Потому что очень многие приходят. Мы православные, но вот моя дедушка, моя бабушка, мой папа, мама, они были католиками. Заказывают службу поминальную, реквием, чтобы мы молились. Очень много. Мы предполагаем, что более двух тысяч. Этот приход в самом центре города выстроили еще в конце 19 века. Тогда католиков во Владимирской губернии было много даже во власти. Ситуация изменилась с приходом большевиков. В 30-х годах храм закрыли, настоятеля расстреляли, а имущество разворовали. Вырвали даже трубы из органа. Новую жизнь в храм вдохнули лишь в перестройку. Сначала обустроили здесь концертно-выставочный зал, а позже полностью передали храм католикам. Я без этой церкви уже не могу жить. Где бы ни была, моя душа здесь, с боком. Я уже знаю, что дверь, когда открываю, захожу, он не принимает. Это мое внутреннее ощущение, что он не принимает. Наше общение – это, как называется, семья. Когда у кого горе, мы звоним друг другу, что кого-то горе. Мы помогаем молитвой, финансом, если мы можем. Этот приход – не только религиозная площадка, но и культурная. В храме устраивают концерты духовной музыки. Артисты из Москвы сегодня будут играть на кларнете, скрипке и, конечно, органе. Владимирские католики вообще поддерживают хорошее отношение с разными конфессиями. Власть такую дружбу приветствует. Например, прошлый год у нас в регионе был первый фестиваль духовных песнопений. И, например, вот эта церковь католическая была площадкой и для песнопений армянской апостольской церкви. Здесь проводят свои встречи лютеранская церковь, потому что у нас нет кирхи, у нас нет лютеранской церкви в городе. Поэтому вот эту площадку он предоставляет, поэтому он тоже является таким объединяющим началом. В скором времени с помощью католической общины в область начнут привлекать туристов. Уже в следующем году на территории прихода откроется культурный центр для паломников. Католиков очень интересуют православные святыни. Днем они на них будут любоваться, а здесь могут остановиться на ночлег. У нас вот в такой сезон летний, особенно после чемпионата мира по футболу, огромное количество поехало туристов, группы Италия, Германия, Швеции, Словакии, Польши. Приезжают целыми группами автобусами сюда, чтобы посмотреть наши святыни. Ну и конечно, как и люди верующие, они хотят молиться, и этот храм, конечно, это большой подарок для них. И они здесь проводят свои богослужения, какие-то встречи, рассказы. В нашей области 405 религиозных организаций. Большинство, конечно, православные. Но есть и буддисты, и мусульмане, и протестанты, и кришнаиты. Главная задача – найти общий язык. Сегодня и завтра во Владимире пройдет межрегиональная научная конференция, где представители разных конфессий будут искать точки соприкосновения. Валерия Саенко, Егор Хребко, Шестоканал. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи. Берегите себя. В Владимирской области завтра будет ясно и без осадков. Столбики термометров покажут 2 градуса мороза. Ветер южный со скоростью до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 30%. Окна Плофен. Премиум класса из пятикамерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на 1 год. Проспект Ленина, 5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова